Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, я эксперт по управлению реальностью. И сегодня я хочу поделиться с вами еще одним классным, наверное, законом Вселенной, потому что это действительно такие законы, которые работают на нашей с вами земле, и зная которые, мы можем гораздо лучше научиться управлять своей жизнью, своей реальностью, создавая свою жизнь по собственному выбору. Если вы еще не подписались на меня, пожалуйста, сделайте это. Ну и, собственно, погнали! Сегодня я решила наконец-то отдать вам тему, на которую, наверное, опираюсь в каждом своем видео, когда рассказываю вам о техниках управления реальностью, когда рассказываю вам о законах, и все время стараюсь это объяснить, повторить, поэтому я решила записать такое подробное видео, видео, в котором вам раз и навсегда будет понятно, что такое энергетические вибрации человека, что это такое и почему крайне важно понимать, как это работает, потому что это напрямую, вот именно напрямую отражается на нашей с вами жизни, и даже прямо сейчас это тоже так происходит, потому что прямо сейчас каждый из нас с вами испытывает какие-то эмоции. Возможно, у вас был какой-то сложный день, вы устали, и вас что-то раздражает и беспокоит, и вы все время прокручиваете это в своей голове. Возможно, наоборот, у вас сейчас очень классное приподнятое настроение, вы прожили крутой день или проснулись, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео, и у вас все классно, вы на позитиве, но, может быть, немножко опасаетесь, что кто-то испортит вам настроение. В общем-то, вы можете проживать любую эмоцию, но крайне важно понимать, что эта эмоция означает, и самое главное, что она может принести в вашу жизнь, потому что именно когда мы с вами начинаем об этом задумываться, мы из человека обыкновенного превращаемся в человека осознанного, думающего. А когда мы начинаем думать, тогда мы способны управлять, управлять, потому что это, как вы знаете, огромная скорость на автомобиле. Вы такой несетесь, у вас там 260, но если на дорогу выбежит собачка, то собачки не сдобровать, потому что либо вы собачку, либо вы себя в тювет. Скорость высокая не дает нам возможности быстро принимать правильные решения, точнее быстро реагировать, быстро останавливаться. Поэтому осознанность, способность размышлять, это как раз и есть способность к тому самому самоанализу, который дает нам возможность не совершать глупых поступков, не испытывать ненужных эмоций и тем самым не притягивать в свою жизнь, такая Г. Итак, давайте будем разбираться. Сегодня я расскажу вам про энергетические вибрации человека, которые я изобразила на своей доске с помощью магнитиков, такой воронкой, чтобы вам было более-менее понятно. Я сегодня постараюсь рассказать вам максимально просто, а возможно в следующих видео уже буду давать вам какие-то научные вещи понемножечку, потому что лично мой мозг всегда плохо воспринимал подобную информацию и как бы не принимал ее всерьез, несмотря на то, что выглядела она более чем серьезно. Поэтому я стараюсь объяснять вам все на максимально простом, доступном языке, а если вам вот нужны прямо сейчас какие-то обоснования, вы просто можете те термины, которые я использую, вбивать в интернет и видеть уже там целые большие дела, дипломы, защищенные работы на эти темы, о которых я вам рассказываю. Итак, что такое вообще энергетические вибрации человека? Дело в том, что мы с вами живем в пространстве, в котором все состоит из энергии. Это уже про квантовую физику. И каждая наша с вами мысль, каждая наша с вами, давайте, мысль, да, вот то, что с нами ощущение, эмоция происходит, имеет определенную энергетическую чистоту. Даже наша Земля имеет определенную энергетическую чистоту, которая называется вибрация Шумана. Я думаю, что я сниму также об этом видео и расскажу вам для того, чтобы вам тоже было это наглядно и понятно. И мы, абсолютно все люди на этой планете и даже предметы, излучаем определенную энергию, как радиоволны. Исходя из того, что мы с вами излучаем, мы, в общем-то, и общаемся между собой, выстраивая, например, какие-то классные отношения, интерес друг к другу или, наоборот, отталкивание. Когда, например, вы знакомитесь с человеком, и он вам почему-то приятен или, наоборот, вы испытываете к нему так называемую симпатию или эмпатию. Бывает, заходишь куда-то, и тебе говорят, сделайте вот это, и ты чувствуешь, как твое тело такой холодок испытывает, и оно тебе говорит, нет-нет-нет-нет-нет, нам этого не надо. Мы можем называть так же, да, это интуиция. Интуиция как раз за счет развитости нашей, она тоже реагирует именно на вот эти энергетические наши вибрации, колебания. И таким образом в мире все состоит из энергетических вибраций. И, конечно же, каждая наша эмоция имеет определенную энергетическую чистоту. Для того, чтобы вам было более понятно, о чем вообще идет речь, да, вроде как понятно, но не до конца, я расскажу вам следующий момент. Наши эмоции, мы их все с вами знаем. Это наши страх, зависть, любовь, дружба, не знаю, там, радость, удовольствие. И наоборот, они все делятся на две группы – позитивные и негативные. И вот если мы с вами это увидим в качестве воронки, то мы с вами увидим разделение, да, вверху у нас плюс, внизу у нас минус. Мы даже с вами, когда радуемся, у нас приподнятое настроение, а когда огорчаемся – опущенное. Что включает в себя верх? Это все радостные эмоции. Здесь у нас наверху, конечно же, будет любовь. Это то, что дает нам наиболее высокие энергетические вибрации. То есть наше тело начинает энергетически приподниматься, оно испытывает прилив, потому что, кстати, каждая клетка человека также имеет энергетическую вибрацию. Это очень-очень важный момент. Радость, да, удовольствие, похвала, когда нас хвалят, нам очень приятно. Что включает сюда негатив, да? Это, конечно же, страх, ненависть, боль, зависть, депрессия и так далее. То есть все те эмоции, которые тянут нас вниз. И в зависимости от того, какие эмоции мы с вами испытываем, на какой энергетической частоте мы вибрируем, мы с вами и притягиваем в свою жизнь события и ситуации, которые тянут нам плюс или минус. Все достаточно просто. Люди очень часто вообще в жизни общаются, даже неправильно сформулировала, люди в жизни и общаются по принципу вот этой синхроничности. Есть такой даже термин, который вывел Карл Юнг, это его научные тоже исследования, которые показали, что мы с вами притягиваем людей и прочие вещи, исходя просто из того, на какой энергетической вибрации мы находимся. Например, если вы человек, который бедный, вечно недовольный, постоянно жалующийся, что у него нет денег, постоянно плачущий на свою судьбу, то вы притягиваете в свою жизнь и подобных людей, и еще больше подобных ситуаций, которые подтверждают те ваши мысли и ту вашу энергию, которая у вас есть. Вы не способны. Ну вот представьте такую простую ситуацию. Вы, например, такая угрюмая девочка, такая стоите всем недовольная. К вам подъезжает парень на роскошном Мерседесе, красивый, открывает дверь с цветами, говорит, садись ко мне. Нет, просто любовь с первого взгляда. Увидел тебя на другой стороне улицы, объехал пол улицы, нашел. А ты такая, я вообще не верю, ты подонан. Ты бросил, наверное, какую-то девушку, как мой меня, и вообще я не верю. Ты что думаешь, я проститутка? Ты думаешь, я за тебя? И вот ты на него это начинаешь. С одной стороны, кажется, что ты просто чешешь чушь. Но с другой стороны, человек, стоящий рядом с тобой, ощущает сильный энергетический негативный толчок. Почему иногда при общении даже близкие люди, которые вроде бы как друг друга знают, один начинает испытывать резкое желание встать и уйти? Даже иногда, если человек ничего такого и не сказал. Но он говорит это с такой энергией, или, возможно, вы знаете это ощущение, когда вы просто заходите в помещение, в дом, встречаетесь с человеком, и вам хочется от него уйти. Потому что вам с ним очень дискомфортно. Вы чувствуете, что он просто давит сейчас на вас. Это как раз и есть та самая энергетическая вибрация. Что здесь важно знать и понимать? Первое, что нужно понимать, это то, что мы сами способны перестраивать себя с позитивным на негативную вибрацию. То есть человек может это делать. Вот часто человек говорит, ну что я могу сделать, если я испытываю злость? Мы можем себя в момент переключать. То есть мы вместо того, чтобы продолжать активно злиться, можем переключить фокус своего внимания и найти в своей жизни то, за что мы можем порадоваться, кого мы можем полюбить, какое удовольствие мы можем себе доставить, за что мы себя можем похвалить и так далее. Счастье, безусловно, сюда же относится. Вот это состояние счастья, состояние кайфа, блаженства, не знаю, победа. Победа любая. Это позитивная выигрыш какой-то, который ты для себя делаешь. То есть мы можем себя переключить в любой ситуации. Человек имеет право выбирать, какие мысли ему думать. Мы можем продолжать раздувать проблему, а можем переключиться и заняться другим действием. Почему нам важно это знать? Ну, во-первых, важно понимать, что когда наша энергия долго пребывает в этом низком состоянии, перестраивается энергетический уровень даже наших клеток. И клетки начинают болеть. Все знают, что человек состоит из клеток. И у клетки, у каждой нашей, также есть энергетическая вибрация. И когда эта энергетическая вибрация начинает сильно понижаться, мы начинаем заболевать. И если мы этот вопрос не контролируем, то все раковые заболевания, это как раз и есть, из-за чего заболевает клетка. Потому что она начинает функционировать не на той энергетической частоте, на которой она природно, в общем-то, заложена. И вот этот как раз сбой и приводит к образованию раковых опухолей и раковых заболеваний. Это тоже информация, которую вы можете детально почитать в интернете, в источниках научных, для того, чтобы сейчас не говорили, Оль, что ты такое придумываешь? Наша задача понимать, что нам ни в коем случае не выгодно ни по каким поводам вот сюда опускаться. Да, конечно, мы живые люди, мы можем испытывать боль, но мы должны понимать, что эта эмоция мне вредит. Мне необходимо разобраться, почему я испытываю эту боль, и с помощью своего, опять-таки, мозга переключить себя, сказать, да, это было неприятно, да, там, не знаю, с этим человеком мне больно, поэтому мне нужно помочь себе перейти, сделать так, чтобы я перестала страдать, а начала испытывать, например, счастье и удовольствие от жизни. Как я могу себе помочь? Что я могу для этого сделать? И вот такими вопросами и, конечно же, действиями переводить себя из этих состояний, вместо того, чтобы постоянно сидеть, бояться, постоянно жаловаться, постоянно ненавидеть и считать, что, ну, жизнь такая, ты ничего не можешь поделать. Это крайне важно понимать. Также важно понимать, что мы с вами люди, которые, как я уже говорила, имеем возможность и счастье выбирать, куда нам смотреть. У меня есть такое правило, называется правило фонарика. Когда темное такое, знаете, все, темная улица, у тебя в руках маленький фонарик, и ты его включаешь, и в зависимости от того, куда ты направляешь его, ты это и видишь. Точно так же и в жизни вы можете выбирать для себя, в какую зону вам направить фокус своего внимания. И когда вы решаете, что вы хотите все-таки свою жизнь поднимать, ваша задача светить на то, что доставляет вам счастье, радость, удовольствие. Добавлять в свою жизнь таких действий, добавлять в свою жизнь таких людей. Что приносит нам, давайте разберем, позитивные эмоции и негативные. Общение с классными людьми, людьми вдохновляющими, позитивными, людьми, которые двигаются, развиваются, не сдаются, что-то новое предпринимают, это всегда позитив. Общение с людьми, которые вечно ноют, жалуются, говорят о проблемах, вечно рассказывают о том, как они больны, как им плохо, как вообще жизнь тяжелая, обсуждают постоянно негативные новости, это тянет вас вниз. Просмотр моих видео – это всегда позитивные вибрации, это всегда какие-то новые инсайты, взрывы, это всегда возможность на подумать. Просмотр бесконечных новостей – это всегда минус, потому что когда мы смотрим новости, на нас часто накатывает депрессия, кажется состояние безвыходности, непонятно, что делать, нам становится часто больно, а боль, особенно в нынешние времена, это такая уже очень опасная энергетическая вибрация, потому что в ней можно сильно застрять. У нас просыпается много ненависти, почему, как они могут, и безусловно страх, страх за будущее, страх за детей, страх за свою жизнь, страх за то, что будет дальше, страх за количество денег, и это же нас все и зарывает вниз. И мы просто не можем, наши энергетические все вибрации понижаются, тело начинает хандрить, начинаются болезни, и очень часто даются какие-то серьезные уже заболезни, когда нам приходится сильно полюбить свою жизнь, для того, чтобы отсюда вернуться сюда. И когда люди этого не понимают, очень часто знакомство с подобными вещами происходит именно когда уже, ну, сделать это сильно сложнее. Поэтому я хочу, чтобы вы это понимали, и понимали, как устроена наша энергетическая воронка, наши энергетические вибрации. Вы порой можете даже ощущать, как они ходят по вашему телу, когда вы, например, испытали страх, боль, и ваша задача – остановить это, и в идеале не закупорить, оставить, а поднять и спросить себя, да, чего я боюсь, что мне даст этот страх, нужно ли мне его в себе оставлять, достать его из себя и сказать, нет, нет, я сегодня живу, я сегодня хочу испытывать счастье, радость, удовольствие, я сегодня могу что-то делать. Одна из мощнейших техник, которая помогает человеку поднимать энергетические вибрации – это техника благодарности. Когда вы начинаете благодарить не за то, чего у вас нет, а за то, что у вас есть, вы благодарите за то, что вы живы, за то, что у вас есть руки. Просто представьте себе на секунду, что вам вообще нет где жить, вам вообще ничего есть, что у вас нет стерто-стерто какой-то конечности или, ну, чего-то из того, что вы сегодня имеете, и почувствуете себя счастливым человеком. Просто почувствуйте. Иногда в жизни, знаете, когда человек здоровый и нормальный начинает ныть и хандрить, я ему говорю, сломай руку правую и попробуй пожить без этого. А потом, когда ты ее там реанимируешь, восстановишь, потому что рука тоже не так просто восстанавливается после перелома, ты просто начнешь кайфовать от того, что, блин, ты можешь полноценно ей пользоваться. Люди так устроены, что очень часто не ценят того, что у них есть. Нам постоянно мало, мы склонны быть неудовлетворенными, мы склонны ныть, мы склонны жаловаться. Вместо того, чтобы посмотреть на прекраснейшую возможность, которая у каждого сейчас из нас есть, просто жить. Жить, развиваться, расти, познавать себя, познавать мир, делать что-то в этом мире классное. Второй момент, который я для себя использую, помимо благодарности, это стать опорой для кого-то, помогать другим людям, помогать в чем-то, как это возможно через разные ресурсы. Например, работа ваша. Это прекрасная возможность помочь. Помочь это не только про то, чтобы дать кому-то денег. Очень часто это только вредит человеку, потому что взрослый человек должен самостоятельно уметь себя прокормить. А когда вы, например, взрослого человека кормите, вы делаете его зависимым, вы делаете его беспомощным. И, возможно, это очень медвежья услуга. А вот, например, стать опорой для других людей через свою работу. Вот я, например, записываю сейчас вам эти видео. Я записываю, делаю это абсолютно бесплатно. Мало того, сама еще плачу деньги для того, чтобы там эти видео лучше отмонтировать, сделать их для вас более привлекательными и так далее, и так далее. Для того, чтобы вы развивались, для того, чтобы вы вылазили из тех скорлуп проблем и каких-то слоев, которые вам уже не нужны. И я понимаю, что я делаю что-то нужное, потому что обязательно кто-то потом мне напишет, расскажет свою историю, где благодаря знакомству со мной в его жизни что-то поменялось. И это является для меня всегда двигателем, опорой. Я понимаю, что я не просто живу, я понимаю, что я делаю какие-то классные вещи. В вашей работе, я уверена, кем бы вы ни были, вы также улучшаете жизнь других людей. Подумайте о том, а если бы этой работы не было, если бы ее никто не делал для людей, насколько бы людям было сложнее. Подумайте о том, как вы можете сделать ее лучше. Включите в свою жизнь улыбку, включите в свою жизнь объятия других людей, иногда поддержку словом. И вы увидите, насколько сильно это даст вам еще больше притока этой энергии, притока мощной, позитивной энергии. И казалось бы, на таких простых вещах, но как может улучшиться моя жизнь? Тогда наши с вами энергетические вибрации находятся вверху, мы становимся привлекательными для всего со знаком плюс. Деньги – это всегда энергия счастья и удовольствия, а не энергия страданий. Здоровье – это энергия классных, счастливых людей. Все самое лучшее достается людям, которые умеют любить, люди, которые сами счастливы, люди, которые стремятся развиваться, улучшать себя, этот мир, люди, которые по утрам просыпаются не с мыслью о том, что делать, как прожить этот день и что перетерпеть, а которые просыпаются и думают, что я еще сегодня могу сделать, чтобы сделать жизнь вокруг себя лучше. Я хочу жить, я хочу познавать. Именно так устроена эта энергетическая воронка и так устроены энергетические вибрации человека. Если вы хотите, чтобы у вас было много энергии, вы должны быть подвижны, вы должны созидать, вы должны давать своему мозгу, задавать ему правильные вопросы, что я могу сделать, как я могу быть полезен, чем я хочу заниматься, как я хочу развиваться, а не как я хочу выживать и где мне взять 10 гривен для того, чтобы вы сами создаете эту энергетическую мощь. И если сегодня вы находитесь где-то здесь, ближе к низу, то это лишь потому, что вы не знали этой информации, потому что вы расслабились. Но все достаточно просто. Мы можем перемещаться и снизу мы можем относительно легко подняться наверх. Для этого нам нужна регулярность, регулярные действия, регулярная работа, а в идеале, если системная. Я напоминаю вам о том, что вы можете смотреть абсолютно бесплатно мои видео, которых много на канале, которые регулярно сейчас появляются и будут появляться. И, конечно, развиваться таким образом. Есть много классной литературы, есть много разных видео, всего, используйте это. Но если вы хотите системного подхода, если вы хотите быстрого выхода, то, конечно, в идеале, когда вы делаете эту работу, настраиваетесь на это, берете себе курс и проходите гораздо быстрее за руку с человеком через темный туннель, выходя оттуда новым. Это самый быстрый способ для того, чтобы преобразиться. Заметьте, в детстве там мы все думали про университет, где в течение пяти лет мы будем получать новую профессию. Сейчас есть огромное количество разных курсов, которые стратегически, очень быстро меняют, трансформируют, я бы сказала, человека. Мой марафон «Рерайтер жизни» именно про трансформацию, про переход из человека, который находится где-то здесь или в непонятке, или в какой-то такой нулевой зоне, с редкими какими-то попытками вырваться в счастье, в стабильное состояние удовольствия, радости и понимания того, как именно и что мне нужно делать регулярно для того, чтобы моя жизнь менялась. Изменения будут происходить сразу. И в течение первого месяца вы однозначно выйдете из этой зоны и прилично подниметесь наверх. Когда мы начинаем понимать, не просто действовать по принципу «вот все прыгают, я прыгаю, мне хорошо, все перестали прыгать, и мне тоже стало плохо». Когда вы сами учитесь, а моя задача именно научить вас самостоятельно, дать вам такие глобальные познания, чтобы вы есть умели самостоятельно, а не только с моей ложки. Когда вы этому научитесь, вы по-другому не захотите, вам больше не захочется себе тарелку с супом бросать на лицо и пытаться его как-нибудь вылизать, потому что в детстве вам так было удобно. Вы поймете, насколько круто есть ложкой, насколько это вкусно и насколько это классно и удобно. Я надеюсь, что сегодняшнее видео было вам полезно. Хочу подрезюмировать, что человек состоит из энергетических вибраций. У нас есть позитивные и негативные энергетические вибрации, и мы сами способны выбирать, какие эмоции нам испытывать. Мы способны научить себя переключаться. Я не говорю о том, что это прям супер просто, но тем не менее это возможно. И самое главное, мы должны осознать, что до тех пор, пока мы будем позволять себе проваливаться регулярно сюда, о росте, развитии, деньгах, успехе, любви говорить не приходится. Поэтому давайте займемся самой лучшей работой, которую мы можем сделать. Это работа над собой. Делая лучше себя, мы делаем лучше свое окружение. Делая лучше свое окружение, мы делаем лучше наш мир. Мне кажется, что это самая крутая задача, с которой мы отправлены на эту землю. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо большое всем, кто поставит мне лайки, комментарии. Подпишитесь на мой канал, посоветуйте подружки. И пусть осознанных людей будет как можно больше.